Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Жанна Фетисова, сегодня я снова с вами. Спасибо, что заглядываете на мой канал. Я в очередной раз хочу признаться в любви белорусскому уходу, белорусской косметики. Косметика отличного качества, на мой взгляд. Моя кожа избалована люксом, и тем не менее, я очень и очень люблю белорусские средства. Это уже третий ролик о белорусской косметике, это о чем-то говорит, друзья. Сегодня, в воскресенье, я покажу вам поэтапно, каким образом я ухаживаю за собой с помощью белорусских средств. Делаю я это примерно раз в неделю, может быть, раз в две недели. И белорусские средства я ни с чем не смешиваю, таким образом мне виднее результат. Давайте начнем. Утром я умылась просто теплой водой. Почему не стала умываться пенкой? Ну, просто потому что сейчас у меня будет очень активное очищение от шелушивания. Два раза я эту масочку уже попробовала, мне очень понравился результат. Сегодня я хочу показать вам, как я это делаю. Это маска-пленка. Глубокое очищение от Vitex Deep Cleansing. Наношу я маски вот такой вот кисточкой. Чем мне нравится именно вот эта масочка? Ну, во-первых, тем, что она довольно деликатная. Почему закрываю глаз один, да? Потому что все маски-пленки имеют в своем составе спирт, который начинает испаряться. У меня глаза чувствительные. Я сразу ощущаю это. У меня начинают пощипывать глазки. Ну, это на самом деле нормально. Для тех, у кого глаза менее чувствительные, вам это совершенно не помешает. Просто тоненькой пленочкой наношу. Жду до полного высыхания. Иногда бывает 15 минут. Иногда могу 20 минут проходить с ней. Маска довольно мягкая, снимается чулочком. Мне выдергивают волосы, да, на лице, что очень неприятно. Снимается мягко. Тем не менее, я ощущаю, как она здорово чистит мое лицо. Почему очень важно делать пилинг кожи? Для того, чтобы улучшить регенерацию. Поверхности кожи омертвевшие клеточки снимаются с помощью данной пленочки. Это тоже пилинг. Для чего он нужен? Для того, чтобы ваша кожа начала дышать. Для того, чтобы верхний слой ороговевших и уже мертвых клеточек, которые, кстати, создают очень некрасивый цвет лица. Сероватый, зеленоватый. Тот самый цвет, которым вы недовольны, который вы замазываете старательно тональными средствами, а на самом деле вам просто нужен пилинг. Почему я не использую скрабирующие частички? После 35 лет лучше не использовать такие пилинги, потому что кожа и так уже очень тонкая становится. И травмировать ее, буквально полосить ее, царапать не нужно. Идеально каждый миллиметр кожи вы все равно этими скрабирующими частичками не пройдете, даже если будете активно с помощью рук делать массаж лица. К тому же вы растянете вашу кожу. И поэтому вот такие вот масочки, пленочки, если, конечно, вы будете в правильном направлении ее снимать, тянуть себя по массажным линиям, у вас будет прекрасный все время цвет лица. Это раз. Во-вторых, все ваши уходовые средства будут прекрасно впитываться и уходить на более глубокие слои кожи, что будет способствовать, естественно, лучшей их работе. Вы будете получать отличный результат. Если вы по каким-то причинам недовольны результатом своего любимого крема, вдруг он перестал работать, либо вообще никакие средства на вас не работают, это значит, вам пора делать пилинг лица. Кислотный, либо вот такой, вот такой более щадящий. Ждем, когда эта масочка засохнет. И снимаем. И сейчас, когда масочка уже чуть-чуть подсохла, я надеваю вот такие вот смешные апельсинчики, которые вам показывала в своем видео недавнем, для того, чтобы охладить область вокруг глаз. И еще какое-то время, минуточек, может быть, 5 или 7, я просто спокойно полежу. Так, ощущение очень приятное. Это гелевый такой компресс, который я кладу в холодильник, не в морозилку, просто в холодильник. И кому интересно, где я приобретаю вот такие вот штучки, обязательно смотрите мое видео, оставлю вот здесь ссылочку под восклицательным знаком. Масочка уже вот даже отходит, да, она высохла. Сейчас будем ее снимать. Здесь есть уже такие легкие покраснения, как я вижу, это нормально. После масок пленочных могут быть легкие покраснения. Здесь у меня точечная была обработка кислотой, для того, чтобы избавиться от жировичков, которые у меня образовались после не очень, кстати, хорошего люксового ухода. Да, такое тоже бывает. И я рассказывала вам об этом уходе. Сейчас на коже ощущения очень приятные. Она такая мягкая, очень гладкая и как бы обнаженная. И я не просто так сижу и жду, когда моя маска засохнет. Я занимаюсь домашними делами, готовлю. И для тех, кому интересно, как я ухаживаю за собой, готовлю одновременно, у меня есть отдельный плейлист об этом. Наносить следующую масочку и дальше заниматься с ней делами. Масочка клеточное обновление от Vitex Renew Skin. Здесь стволовые клетки, гордения и инкапсулированные АХ-кислоты. Но эта маска не смываема. Это значит, что здесь немного кислот, они не будут слишком агрессивно воздействовать на мою кожу. И эту маску я буду наносить уже и на зону декольте в том числе. Она такая очень кремовая, очень приятная. Однако ощущение после нее, что да, действительно, таки был пилинг. То есть легкий-легкий такой пилинг. Многие могут сказать, что если у меня такой довольно дорогой люксовый уход, то стоит ли его менять и зачем я использую какие-то еще средства. Я заметила, что у меня кожа привыкает к определенному уходу. И его воздействие снижается через некоторое время. Раньше я, заметив это, полностью меняла весь свой уход. Сейчас же я понимаю, что моей коже вполне достаточно сменить уход один раз в неделю. Сделать вот такой, вот совершенно другой. Один день я полностью ухаживаю за собой другими средствами. Теми, которые я уже проверила, они не агрессивные, однако оказывают такое, я бы сказала, встряску, да, моей коже. И она начинает дальше опять активно реагировать на свой привычный уход. И, знаете, скажу вам, что это действительно работает. Ну, по крайней мере, на мне. Теперь мы даем какое-то время этой маске впитаться. Под глаза я нанесу тоже масочка моя любимая, вот такая маленькая, против отечности глаз, с зеленым чаем, петрушечкой и огурцом. Я буду пить кофе и смотреть работы своих учеников по скайп, которые делают у меня домашнее задание, высылают мне. Ну, конечно, они не выглядят так, как выглядит обычное домашнее задание. То есть это упражнение по технике речи и ораторскому искусству, которое я сейчас в то время, пока сохнет моя масочка, впитывается точнее, я должна буду отсмотреть и какие-то замечания им дать. Так, все, работаю некоторое время. Забыла совсем, честно говоря, про кофе, настолько увлеклась работой. Минут 15, наверное, или 20 прошлось. То, что не захотела взять моя кожа, значит, уже лишняя. Я сниму тоником. Все средства сегодня, как я уже говорила, белорусские. Тоник от Vitex, алоэ вера, увлажняющий тоник для лица. Moisturizing Tonic. Эффективно увлажняет, питает, придает ощущение чистоты и свежести. Беру довольно много на 2 ватных диска, да, и просто снимаю излишки маски. Сейчас, как уже говорила, вам проверяла, да, домашнее задание. Обожаю молодежь. Сейчас девушка мне одна написала письмо о том, что она посмотрела мои видео, моя ученица, и услышала о том, сколько мне лет. И сейчас она, представляете, написала по скайпу, Жанна Игоревна, извините, пожалуйста, я же вас называла на «ты» и по имени. Ну, я ей написала, что, блин, ничего страшного, и я с 22 лет преподаю, сейчас мне 43. Это уже такой огромный период, и мне уже все равно абсолютно, как меня называют по имени или по имени-отчеству. То есть она немножко не поняла, сколько мне лет. Ну, приятно, конечно, слышать. Лишнее вытерла даже салфеточкой влажной. То теперь, теперь я вот так вот побольше прям налью на ручку тоника этого, и как следует влажную личико. И сейчас буду использовать сыворотку с коллагеном, вот такая вот сыворотка. Это компания Белита, сыворотка лифтинг для подбородка, шеи, зоны декольте. Все, что подходит для зоны декольте, я также могу наносить под глаза, потому что здесь кожа наиболее тонкая, декольте и под глазами, и тоже обезжиренная. Хорошим таким слоем. И на влажную еще кожу от тоника я наношу эту сыворотку. Да, сегодня у меня будет такой довольно богатый уход утром. Ну, и как я уже говорила вам, такой уход я делаю не каждый день. И сейчас мне не нужно будет срочно никуда бежать. Я могу себе позволить вот столько слоев полезных всяких веществ нанести на кожу. По вкусу все эти средства, вот эти вот средства с морским коллагеном, они солененькие. Остаточки я разношу вот так вот на кисти рук обязательно и на локтик. И сыворотка эта довольно активная, вы должны быть готовы к тому, что может немножечко пощипать, особенно после какой-то такой вот обновляющей и, скажем так, скрабирующей масочки. Потому что здесь есть соли. Сейчас я ощущаю такое легкое покалывание. Естественно, вот в этих точечках, да, розовых, которые у меня проявились после маски пленочной, как раз я чувствую большее такое жжение. Так, жду еще минуточек 10. И здесь наверху под восклицательным знаком оставляю вам ссылочку на лимфодренажный массаж, который буду сейчас делать в ожидании впитывания всех средств, которые я сейчас нанесла на свое лицо и зоны декольты. Этот массаж помогает избавиться от мимических маршин, а также от отеков, что немаловажно. Девушки, видите, уже кожа успокаивается. Да, вот я сейчас смотрю на себя в зеркало, уже не так сильно покраснение видны. Действительно, у меня очень хорошая реакция кожи на белорусскую косметику, чему я, кстати, очень рада. Так, теперь я буду наносить крем под глаза. Косметика мертвого моря. Такой серии выпистила Белита Витекс. Витекс серия. И крем вокруг глаз омолаживающий, минералы мертвого моря, корректор морщин. Питает, насыщает кожу минералами. Ну, не могу сказать, что прям супер от морщин, потому что морщин у меня как таковых нет, не могу не на чем проверить. Но думаю, что будет для вас очевиднее, если вы кому-то подарите таким более взрослым женщинам вот эти вот кремы, эту серию, да, и потом посмотрите. Такой же крем у меня еще есть для лица, поэтому сейчас будем их наносить. И это будет завершающий этап моего утреннего ухода, ухода в стряске для моей кожи белорусской косметикой. Довольно много наношу, все, что съест кожа, съест, что не съест, потом промокну салфеточкой. Кремчики под глаза всегда наношу вот так с захватом область височную. Второй Витекс – это успокаивающий крем для лица. Он снимает определенное воспаление, что мне как раз сейчас и нужно, да, чтобы вот это вот все окончательно успокоить. И его же я наношу на зону декольта тоже. Салфеточки с такими вот большими вырезами очень люблю, потому что у них можно не снимать, когда делаешь уход какой-то. Это очень удобно. Надеюсь, вам меня хорошо сегодня слышно, да. Максимально близко сейчас нахожусь в камере. К сожалению, плохо стал работать микрофон в камере. И вы мне уже сказали об этом. Спасибо вам огромное. И муж посмотрел камеру, сказал, что, к сожалению, да, не очень хороший здесь микрофон. И на большом расстоянии, в большой комнате будет эхо, и все нижние басы исчезают абсолютно. Голос у меня становится немой, очень высокий такой, металлический. Ну, потому что голос у меня звонкий, правильно поставленный. Конечно, простите, если иногда вы будете слышать, пока я не куплю новую камеру, такое эхо. Легкими похлопающими движениями я помогаю впитаться, как бы пойти в поры всем средствам, всем слоям, которые я нанесла. Это только выглядит, что очень много средств. На самом деле, они все настолько хорошо впитываются в мою смешанную кожу, они прекрасно входят. И вот эти вот зоны у меня довольно сухие, поэтому здесь просто идеально вообще все впитывается. Зона декольта идеально впитывается, и лоб тоже, ну, практически ничего не остается. Вот здесь чуть-чуть многовато, но, как вы видели, наверное, в моих подсказочках, в моих женских хитростях, лишнее я потом снимаю тоником перед нанесением макияжа. Сегодня это все. Мой утренний уход белорусскими средствами окончен. Спасибо, что вы были со мной. Будет еще ролик о вечернем уходе белорусскими средствами, который в этот же день я делаю вечером. Это будут немножко другие средства. Я желаю вам удачи. Пишите, пожалуйста, свои комментарии и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!